Еще совсем недавно Фуксии были редкими гостями на прилавках в магазинах и цветочных рынках. И купить ее можно было только у коллекционеров этих прекрасных цветов. Теперь эти цветы, особенно весной, очень часто можно встретить в продаже. И я в этот раз тоже не устояла, соблазнилась и купила Фуксию серии Белла. Называется она Саита. Такой у меня еще нет, и я, конечно, приобрела ее себе в коллекцию. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Хобби для счастливой жизни. Это моя вторая Фуксия серии Белла. Еще одна у меня называется Белла Эвита. Ей уже около 9 лет. Очень обильно цветет, то есть цветает раньше, чем ее пышные махровые сестры. И смотрится очень эффектно в саду. Мне очень часто задают вопросы, почему Фуксии, которые они покупают в магазине, не выживают и погибают у них через какое-то время, даже до конца не распустив свои бутоны. Причин может быть множество. Одна из первых – это, конечно, неправильный уход. Далеко не все цветочные магазины имеют специалистов, которые могут ухаживать за растениями. А сильная пересушка, а потом обильный полив приводит к тому, что корни растений начинают загнивать, и, принеся его домой, горшочек с вашей красивой Фуксией начинает увядать-увядать. Вы не понимаете, почему начинаете поливать, еще больше заливаете его, и растения в результате погибают. Еще одной причиной может быть стресс, который наложился, опять же, на неправильный уход. И вредители, которые тоже часто присутствуют на Фуксиях, купленных в магазинах и цветочных рынках. Это и белокрылка, и тля, и паутины клещ, и все вместе взятые они в одном горшке. Поэтому, прежде чем купить растение, внимательно осмотрите его листочки, нет ли на них признаков какого-то заболевания или животных. В любом случае, принеся растение домой, нужно, конечно, устроить ему карантин, чтобы оно не заразило ваше растение, если вдруг больно. Покупая растение, выбирайте то, на котором как можно меньше распустившихся бутонов. У такого растения больше шансов адаптироваться к вашим условиям. Неплохо было бы вынуть его, если это разрешено, и вам позволят из горшочка и осмотреть внимательно корневую систему. Вы сразу заметите, если корни гнилые, они будут казаться водяными, почерневшими. Но вы сразу заметите разницу между здоровой корневой системой и больной. Ни в коем случае не начинайте сразу пересадку после того, как вы приобрели Фуксию. Растение должно адаптироваться. Это как минимум одна или две недели. Не ставьте ее на прямой солнечный свет, чтобы не спровоцировать у нее еще больший стресс. И только после двухнедельной адаптации оцените корневую систему. Если она оплела полностью земляной ком, то дайте растению горшочек побольше. Но такой не на вырос, чтобы он прям на сантиметров 10 превышал предыдущий горшок, а всего лишь на 2, ну максимум 3 сантиметра большего диаметра. И уже методом перевалки, не трогая земляной ком, перевалите растение в больший объем. А это мои фуксии-старички, которые обрастают после кардинальной весенней обрезки. Подписывайтесь на канал, я буду рада ответить на все ваши вопросы.